Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре маховое удилище от компании FLAGMAN. Модель называется MASCOT или MASCOT, кому как больше нравится. Сразу упомянусь, что в обзоре не будет семерки. Самая ходовая популярная модель. Сметают у меня ее прямо с колес, поэтому ждать, скажем так, поступления нового, новых семерок под вопросом сейчас. Никто ничего не знает, когда они будут появиться. А пока их будем ждать, они разберут все остальные. Поэтому, в общем-то, решил снять ролик в длинах 5, 6 и 8 метров. Без семерки. Ну, я думаю, по строю и по характеристикам, что я сейчас вам озвучу, всем прекрасно все будет понятно. То есть, какая будет семерка, ну, я как бы ее держал, но, по-моему, мне кажется, 99% людей полностью поймут, исходя из других удилищ, какая палочка будет между ними по характеристикам. Значит, серия включает в себя 4 длины, 5, 6, 7 и 8 метров, уголь 30 тонн, недорогой, сразу скажу, уголь. Поэтому более-менее удобоваримый строй производитель сделал за счет достаточной конусности. То есть, толщина комля, она, в принципе, скажем так, чуть-чуть выше, чем палочки более такого дорогого, наверное, ценового сегмента. Но вот за счет именно толщины всех колен, толщины бланка, можно добиться, скажем так, хотя бы примерно более-менее быстренького строя, либо средне-быстрого, да, не увеличивая модульность угля, ну и, соответственно, не увеличивая цену удилища. Поэтому, скажем так, вот такая вот золотая середина производителем была выбрана. Значит, ну, на примере пятерки открываем крышку. Такая вот пластиковая крышечка. Здесь у нас даже поролончик, то есть удочка не открывалась до меня никогда. Хлыст, что мы видим, привитой, спортивный, то есть здесь привитой усик. Коннектор 0,65 сюда подходит. Дальше по коленам. Усилений, как таковых, колен здесь нет. Насколько я вижу, здесь просто добавлена одна обмоточка, в принципе, на колено. Ну, наверное, можно считать это усилением. Но почему здесь нет? Потому что удилище все-таки и так достаточно силовое. То есть эта удочка не для мелкой рыбы. То есть, если сравнивать это не с Абанеев Лидер, например, да, которая более деликатная палочка и более легкая, более интересная. Ну, для любителей ловли бели, да. Это палочка та, на которой, скажем так, более универсал, неприхотливый на все случаи жизни. Ну, наверное, кроме сильных рек, течений и так далее. Для того, чтобы можно было сегодня ловить плоту, завтра карася. А если влетит карпик, то, в общем-то, справится и с карпиком. Поэтому это вот серия для таких целей. Ну, соответственно, человек за универсальность платит чуть-чуть большим весом, менее комфортным в балансе. Но, опять же, если сравнивать с более дорогими топами и так далее. Поэтому вы сами сейчас все увидите. Значит, пробка здесь достаточно надежная, с резиновой заглушкой, резиновый уплотнитель. Ну, соответственно, сквозная дырочка, чтобы стекала вода и хоть какая-то вентиляция была. Открываем колено. Видим, что здесь на коленах идет, ну, вместе с тыкой их притирки достаточно хорошо обработаны. И, в общем-то, наплыв позволяет действительно надолго очень этим удилищем пользоваться. Почему? Чтобы все меня поняли, о чем я говорю. Здесь достаточно вместе соединений от того, что человек постоянно их разбирает, собирает. Если уголечек может быть не очень качественным, либо, скажем так, какой-то просчет разработчиков, там вот Кайдо модели, некоторые таким грешили, да, но и грешат сейчас. В этом месте может быть и стираться и практически доходить до папирусной бумаги, да, такая, которая на свет даже просвечивается стенки. Ну, и, соответственно, в этом месте будет поломка однозначно. Значит, по транспортной длине 137 сантиметров. Это вот тютелька в тютельку. Я к каталожным значениям не очень верю. Лучше самому все мерить. Дальше вес. Взвешиваем пятерочку. 131 грамм. Шестерка. 181 грамм. И восьмерка. 315 грамм. Ну, соответственно, меряем комель вместе хвата. У восьмерки 28. У шестерки 23. И у пятерки 20 ровно. В общем, в двух словах так. Давайте раскладывать. Так, господа, мы разложили. Значит, первая пятерочка. Вот, смотрите. Показываю на камеру. Константин Михайлович нам поможет сейчас понагружать. Пока я трясу. Вот такой хват. Ну, приятный, средний, быстрый строй. Очень приятная пятерка. Притом, есть ощущение, что она, в общем-то, выдержит такой хороший вес. Вот, смотрите, нагружаю, держу одной рукой. Чуть-чуть упрёмся, второй. Ну, вот такая парабола. Средний, быстрый строй. Приятная палка. Хорошо, смотрите, распределяет нагрузку. Так, давайте шестерочку теперь. Так, смотрим. Ну, вот на белый фон, насколько это возможно, вообще не клюёт носом. Абсолютно в руках лежит приятно. То есть, чувствуется такая... Мощь чувствуется, да, надёжность чувствуется, но шлангом не назвать ни капли. То есть, действительно, такой строй средний, наверное. Ближе к среднему, быстрый, ближе, наверное, уже к среднему. Давайте нагрузим. Ну, вот, смотрите, то же самое по нагрузке. Ну, чуть-чуть больше, видите, я вот с таким же усилием сейчас, на самом деле, тяну. И здесь уже работает середина по полной программе, да, и уже ближе уже к омлю. Ну, то есть, строй уже не такой, чуть-чуть помедленнее, да, чем у пятёрочки. Ну, так, семёрки у нас нет, как я говорил. Всё разбирают с колёс. Значит, восьмёрка у меня в руках. Для восьмёрки и для её фактической длины 780 носиком она чуть-чуть клюёт. Ну, для того, чтобы под убаваримый строй сделать всё-таки толщина бланка здесь, именно за счёт конусности сделали, не за счёт дорогого угля. Но вот восьмёрочка у меня лично в руках лежит тяжеловато, плюс немножечко шланг такой есть. Видите, вот я немножко вот делаю, да, и вот она затихает, видите, колебания. То есть, ну, скажем так, под вопросом лично для меня восьмёрку уже, то есть, маскот это 5, 6, 7. Вот это да. Ну, восьмёрку, если не с руки, наверное, ловить. Хотя я не могу сказать, что она прям вот бешено тяжело лежит в руках. Нет, абсолютно. То есть, из того же колмика какие-нибудь, вот посмотрите мои видео, то есть, там гораздо дороже удилища, которые лежат намного тяжелее в руках. Да, нагружаем. Ну, вот я сейчас посильнее попробую потянуть. Не знаю, как видно ли на камеру. В разных ракурсах стараюсь вам показать. Да, то же самое. То есть, строй здесь уже средний. При подсечке, видите, вот эта вот волна колбасня, как её называют, есть. Вот, ну, середина она уже работает. Видите, вот маленькая совсем подсечка, лёгкая достаточно. Да, ну, уже работает середина. Будьте готовы, что она будет при подсечке забрасывать леску себе на коннектор. Ну, поэтому, ну, ещё раз повторюсь, с моей точки зрения, восьмёрка это со стоек. По течению, конечно, она держать будет, да, будет поплавочки там. И 7 грамм, и 12 грамм, я думаю, и 15 спокойно будет держать. Но вопрос именно вот, ну, мордочку будет заваливать, конечно, на таких тяжелых поплавочках. Поэтому, повторюсь, 5, 6, 7, вот в маскоте можно брать смело, такие силовые палочки. И вот восьмёрку я бы уже под вопрос поставил. Друзья мои, ну, вот забыл сказать фактическую длину, а это крайне важный параметр. Значит, я записался тут на листочке. Пятёрка 497, реальная фактическая длина. А у шестёрки 595, у восьмёрки 780. Ну, соответственно, у семёрки, когда я её мерил в своё время, она была 685. Значит, дальше. По чехлу. Простой, недорогой, доступный чехольчик, не впитывающий из запахов, из синтетики. Ну, скажем так, без понтов, что называется, с одной срочкой прошит. Но, тем не менее, ничего здесь не вываливается. Швы достаточно ровные, дырок нет. Поэтому, скажем так, как транспортировочный вариант, совершенно спокойно можете его использовать. Должен сказать, что запчасти на маскоты все приехали к нам, их взяли. То есть, на каждое удилище, даже на семёрке отсутствующие, у нас сейчас есть запчасти. Практически в полном объёме. Ну, может, комлик какого-то нет или ещё что-то. Но, тем не менее, кому нужно, потому что маскоты продаются уже давно на рынке. Мы их много продали, только не так ясно запоздал немного с этим обзором. Поэтому, кому нужно, обращайтесь. В период действия акции на маскоты мы отдаём бесплатно две запчасти в год. Любому человеку, кто покупал это удилище у нас, это первое условие. И второе условие – это подписка минимум на три соцсети. Телеграм, ВКонтакте и Ютьюб. И, желательно, это Инстаграм, Фейсбук и РУтьюб. Человек получает запчасти и, в общем, довольный уходит домой. Дальше ловить, продолжать. Поэтому для всех в точности также такие акции у нас пока продолжаются. Насколько они будут продолжаться и в дальнейшем, не знаю. Это зависит не только от меня, но и от поставщиков. Потому что многим не нравится, что мы бесплатно раздаём их запчасти. Потому что своего рода это такое, скажем так, притягивание покупателей к себе более выгодными условиями. Другие магазины себе позволить такого не могут. Мы можем по определённым причинам. Поэтому пока такие акции есть практически на все фирмы, которые продаются и представлены в магазине. У нас мультифиш. То есть люди получали на Дайва, на Сальма, Фидер Концепт и другие. Мейджер Крафт, спиннинги. Люди очень довольны. Ушли. Что мы уже перестали отдавать запчасти. Предоставлять это графит. Лидер он не участвует. Надеемся, что скоро Мавер. Мы можем что-то из Мавера позволить себе нараздавать. В общем, подписывайтесь. Покупайте мультифиш. Вы гарантированно обеспечены будете не только запчастями в период действия акции, пока они проводятся. Но и бесплатной, пожизненной, бессрочной гарантии на заводской брак. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует.